Сегодня я расскажу всю правду про беспроводные зарядки. Мы поговорим о том, как она устроена, что такое быстрая беспроводная зарядка и чем она отличается от быстрой проводной зарядки. Разберем все плюсы и минусы. И самое главное, дам несколько рекомендаций по ее выбору и использованию. Давайте для начала разберемся, как все это устроено. Для передачи электроэнергии от беспроводной зарядки к смартфону используются принцип электромагнитной индукции. По этому же принципу работает простейший трансформатор. Так вот, для того, чтобы это все работало, в зарядке располагается плоская катушка-передатчик, а в смартфоне плоская катушка-приемник. На катушку-передатчик подается высокочастотный переменный ток, благодаря чему возникает магнитное поле. Оно воздействует на катушку-приемник и там уже переменный ток преобразуется в постоянный, который и нужен для заряда аккумулятора. Для зарядки устройств беспроводным образом существуют разные стандарты, но самым распространенным на сегодняшний день является открытый стандарт Qi. Его используют большинство производителей смартфонов и электроники. О нем мы сегодня и поговорим. Для начала стоит заметить, что помимо передачи электроэнергии в стандарте, также предусмотрена передача данных. И скорость ее составляет 2 кбит в секунду. В момент работы устройства обмениваются данными о правильном расположении устройства на поверхности, о том, какой заряд аккумулятора, и самое главное, идет проверка на то, соответствует ли устройство самому стандарту Qi. Устройства стандарта Qi бывают малой и средней мощности. Для смартфонов в основном сейчас используются беспроводные зарядки мощностью от 5 до 15 Вт. И самое главное тут выбрать правильную беспроводную зарядку для своего смартфона и выбрать к ней нужный блок питания. Например, если вы себе решили взять зарядку мощностью в 10 Вт, то к ней лучше всего взять блок питания, который поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3 или выше. Потому что если взять слабый блок питания, ваш смартфон будет заряжаться просто в вечность. Также при выборе беспроводной зарядки стоит учитывать, что по умолчанию все устройства поддерживают беспроводную зарядку мощностью в 5 Вт. Это очень важно, потому что если ваш смартфон поддерживает зарядку только в 7,5 Вт, а вы купите себе зарядку, например, которая может заряжать только 10 Вт, то ваш смартфон будет заряжаться по умолчанию в 5 Вт. Поэтому при выборе беспроводной зарядки очень важно обращать внимание на то, что поддерживает ваше устройство и то, какие характеристики у самой беспроводной зарядки, чтобы потом не ждать очень долго, когда зарядится ваш смартфон. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг-провайдер Yoihosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. Также хочу напомнить, что для моих подписчиков по промокоду Андрианов 30% будет скидка 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. Хочу обратить внимание, что когда производитель пишет быстрая беспроводная зарядка, то это означает, что она быстрая только в мире беспроводных зарядок. Это очень важно понимать, потому что это не одно и то же, что и быстрая проводная зарядка, которая умеет заряжать смартфон от 0 до 50% всего за 30 минут. Ни одна беспроводная зарядка не сможет показать такой же результат. Конечно, за некоторым исключением, если она не создана конкретно для этого смартфона. Например, Xiaomi для своего смартфона Mi 9 выпустили специальную 20-ваттную беспроводную зарядку, которая способна его заряжать всего лишь за 60 минут. Но если на нее поставить любое другое устройство, то она уже не будет заряжать его с такой же мощностью. И это очень важно понимать, потому что на данный момент невозможно купить одну универсальную зарядку, которая будет одинаково быстро заряжать все устройства. Тот же Google Pixel поддерживает только свою беспроводную зарядку или сертифицированные ими, так как решили помимо стандарта Qi использовать какие-то свои наработки. Поэтому другие беспроводные зарядки его очень медленно заряжают. Еще при выборе и использовании беспроводной зарядки важно понимать, как внутри располагается катушка, так как на качество заряда влияет как близко друг к другу расположены устройства, и буквально несколько миллиметров смещения могут повлиять на качество передачи энергии. Для максимально эффективной зарядки катушки должны находиться друг напротив друга, поэтому для решения проблем со смещением в более дорогих зарядках используются две или три катушки со смещением от центра. Это позволяет определить, где именно расположен смартфон и задействовать ту катушку, которая максимально близко находится к устройству. Ну а пользователю это позволяет более свободно располагать устройство на поверхности. Поверьте, это реально важно, так как в бюджетных зарядках, где присутствует только одна катушка, нужно буквально целиться, чтобы расположить смартфон по центру зарядки, потому что буквально несколько миллиметров смещения могут повлиять на качество заряда, особенно после 80%, и окончания можно будет просто не дождаться. Поэтому на какую бы беспроводную зарядку вы ваш смартфон не ставили, перед этим я рекомендую отключить виброрежим на устройстве, потому что в момент прихода уведомлений или звонков ваш смартфон может сдвинуться от центра. Еще на качество заряда может повлиять чрезмерно толстый чехол. Обычно производители пишут, что рекомендуемая толщина чехла от 4 до 6 миллиметров. Также не рекомендуется использовать беспроводную зарядку с металлическим чехлом или с чехлом, в котором присутствует дополнительный аккумулятор. А еще если вы используете чехол, в котором присутствует отделение для банковских карт, то их перед зарядкой лучше извлечь, потому что чип на карте может испортиться. Лично я скептически отношусь к беспроводной зарядке в данной ее реализации, потому что если мне нужно зарядить смартфон и в этот момент я хочу им пользоваться, то мне не удастся это сделать, так как он должен находиться постоянно на поверхности. Также меня не устраивает нереально медленная скорость беспроводной зарядки, и пока она не сравнилась со скоростью зарядки по кабелю, я готов пожертвовать удобством. Например, айфон у меня на беспроводной зарядке зарядился с 20% до 50 за час 20, а с 50 до 80 еще за час 40, тогда как по кабелю он зарядился до 50% за 30 минут, а до 80 еще за 40 минут. Для меня эта разница очень существенная. Но это лично для меня, и я допускаю сценарии использования, когда беспроводная зарядка может быть действительно удобна. Например, если вы вечером приходите домой и кладете на нее смартфон, и до утра он вам в принципе не нужен, то вообще пофигу, сколько он будет находиться на зарядке. Ну и конечно будет удобно использовать ее в офисе или в гостинице. В общем, подводя итог, можно сказать, что плюс беспроводной зарядки, что не нужно заряжать смартфон по кабелю, и в том, что в зависимости от модели зарядки можно положить на нее сразу несколько устройств. А минус в том, что теряется мобильность, и конечно в цене вопроса, потому что помимо самой беспроводной зарядки, нужно докупить еще мощный блок питания, а он стоит недешево. Друзья, пишите в комментариях, пользуетесь ли вы беспроводной зарядкой и видите ли за этой технологией будущее. А на этом все, с вами был Константин Андрианов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пока!